Юношеская футбольная лига наконец-то стартовала в Сибири и на Урале. Многим наверняка любопытно, а в чем уникальность этого проекта, Российского футбольного союза? Отвечаем, теперь у мальчишек в возрасте до 16 лет есть свой собственный чемпионат. Алтайский край представляет две команды. Одна из них – воспитанники школы Алексея Смертина, Алтай. Алтай, Алтай! Пусть меня не прошу, милая, Алтай! И болельщики приходят как на матчи профессиональных команд. В первой домашней игре Алтае 2008 противостояли парни из Томска. Хозяева начали игру уверенно, первыми открыли счет. Хороший боевой получился матч, много забитых голов для зрителей. И интересно было в любом случае. Хотелось, конечно, победить на первом домашнем матче. Но, к сожалению, сыграли в ничью. После того, как Алтай повел в счете 2-0, хозяева почувствовали уверенность и за это, увы, поплатились. Гости забили гол в раздевалку и с хорошим настроением ушли на перерыв. А там и слова главного тренера пошли на пользу. Я уже дословно не вспомню, но считаю, что надо парней поддерживать, убивать их, кричать на них. Особо нет смысла, ни к чему хорошему этому не приведет. Где-то, да, бывает, надо крикнуть, но где-то надо поддержать. За мотивированные словами тренера томские игроки во втором тайме счет сравняли. Могли даже выйти вперед, но счет такими остался 2-2. Алтай в первой домашней игре забрал лишь одно очко. Сегодня у команд день отдыха. А уже завтра, 12 мая, юные футболисты встретятся со сверстниками из Красноярского Енисея. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.